В России не учитываются предыдущие нарушения автолюбителей, но по статистике около 40% ДТП совершаются нарушителями со стажем. О новой поправке к кодексу об административных правонарушениях, направленной против таких водителей, мы пригласили рассказать председателя Челябинского отделения Всероссийского общества автомобилистов Николая Живца. Николай Иванович, доброе утро. Доброе утро. Николай Иванович, вот в первом чтении Госдумы приняла поправки, вот что изменилось в действующем законодательстве? Ну, вы знаете, вообще, скажем так, события развивались следующим образом. Сначала был составлен план, в 2015 году был составлен план по снижению смертности, снижению количества дорожно-транспортных происшествий. И еще в мае 2015 года Медведев его утвердил, и вот в целях реализации этого плана были приняты вот эти последние решения. Сегодня, ну, это проект, естественно, первое чтение говорит о том, что еще в него будут внесены определенные поправки ко второму чтению. А что уже приняли? Самое интересное, ну, еще ничего не приняли. Ну, в первом чтении, что там было? Предлагают ввести ответственность за систематические нарушения, изменения в административный кодекс, именно для того, чтобы попытаться снизить аварийность. Ну, и последние вот такие вот резонансные какие-то, ну, громкие, да, правонарушения, там, золотой молодежи в Москве. То есть это все такие резонансные вещи, и здесь видно, ну, будем говорить, такое относительное бессилие, ну, по крайней мере, недостаточная сила государства вот в пресечении. Потому что, ну, будем говорить сегодня, самое большое наказание вот злостным неплательщикам штрафа – это до 15 суток ареста. И получается, что, ну, это тоже очень неприятно – арест. Ну, это самое суровое наказание за то, что ты не заплатил административный штраф, потому что там вот выяснилось, что по 100 тысяч там долго. То есть люди ездят и систематически нарушают. Спокойно могут ездить, да? Да. А вот вы говорите, за систематические нарушения будут наказывать. Что значит систематические и как наказывать? Ну, здесь система такая же, как и была в Советском Союзе. Страшного ничего нет, но на третьем нарушении у тебя забирают водительское удостоверение, то есть лишают права управления. Сейчас мы вернулись опять к этому. Грубые нарушения определены. Так что это за грубые нарушения? Их там порядка 17-17. Определялись они тоже не просто так. То есть это те нарушения, которые, как правило, приводят к дорожно-транспортным происшествиям. То есть был проведен анализ. И что выяснилось, какие конкретно нарушения? Все, что связано с выездом на встречную полосу, в том числе поворот налево, разворот, проезд железнодорожного переезда. Также есть движение по обочине, потому что действительно совершается. Ну, да, наезды, необходимость уступить дорогу пользующимся преимуществом, в том числе пешеходу. А скорость, скорость, превышение скорости тоже будет считаться злостным? Да, это одно из самых, практически первое место нарушения скоростного режима. А на какое количество километров в час будет увеличено? Пишут, что от 40. Меня интересует ваша позиция как водителя. Как вы к этому относитесь? Вы знаете, сегодня не очень сложно, даже не так. Сегодня есть вот эта льгота по скоростному режиму. Когда мы едем чуть больше, то есть больше 60 километров в час, мы уже нарушаем правила дорожного движения. Но ответственности за превышение скорости до 20 километров в час кодексом не предусмотрено. И реально сейчас не очень сложно ехать так, чтобы тебя не штрафовали ни камеры, ни инспекторы. По остальным, скажем так, нарушениям, ну, слишком мало у нас, наверное, инспекторов на дороге, что, ну, реально, вот, может быть, раз в год остановят, да, может быть, два раза в год остановят. То есть, вот, для основной массы водителей, я надеюсь, что эти изменения не будут какими-то вот такими... Хорошо, три раза нарушил злостно. Тебя лишают прав, да? Да, право управления. На какое время? От года до полутора, ну, в проекте. Критерии вот здесь вот, ну, я так понимаю, что будет решать суд, учитывая там все, в том числе и личность виновника, да, того, кого лишают. Лишают, ну, вот, мне немножко не нравится, что... В смысле, как личность виновника? Ну, суд вообще все рассматривает. Нехороший человек. Нехороший человек, полтора года. Или занимает высокую должность полгода, да? Суд рассматривает все обстоятельства дела. И я не исключаю, поэтому, что, ну, вот, мне не очень нравится, что существуют вилки. Вообще, как и правила дорожного движения должны быть простые, так и механизм привлечения к ответственности тоже должен быть прозрачным. Человек должен знать, что он это нарушил, вот это получит. Но будем говорить вообще о принципе, да, вот, судопроизводства. В любом случае, учитываются все обстоятельства. Хотя, вот, вилка мне, ну, непонятно. Непонятно. Хорошо. Николай Иванович, извини, пожалуйста, пример. А вот знаете, что мне интересно? Вот вы сказали, три нарушения лишения прав. А вот, допустим, если на камер видеофиксация, если, допустим, будет зафиксировано нарушение видеокамеры, то что административный кодекс не предполагает лишение водительского удостоверения при использовании фото-видеофиксации в автоматическом режиме. Это прописано в кодексе, это относится не к этим даже поправкам, а вообще можно только штрафовать. То есть санкция только в виде штрафа. Если нарушение зафиксировано, с применением фото- и видеофиксации. Я правильно понял, что если у тебя отобрали, ну, отбирают вот эти вот, да, водительского удостоверения, то это значит, ты в течение последнего года три раза злостно нарушил или как? Да, да. И почему-то вот в средствах массовой информации ошибочно они считают, что нужно одно и то же совершить нарушение, то есть там три раза превысить скорость, три раза. Конечно, нет. То есть принцип, опять же, повторяюсь, как был в Советском Союзе, то есть из этого любое нарушение, из этого перечня, то есть может быть сегодня там выезд, поворот налево там, где это запрещено, завтра это будет проезд на красный сигнал светофора. То есть ты можешь, нарушитель, ты можешь быть разнообразным. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Напомню, что в студии был председатель Челябинского отделения Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты Челябинской области Николай Живец. Ну а далее в нашем программе короткий выпуск новостей.